Это новый BMW пятой серии, восьмое поколение знаменитых седанов от BMW. Первая пятая серия, которую можно взять как с ДВС, так и с электромотором. Да, будет электромобиль под названием i5. Кроме того, BMW представили версию с М-тюнингом, мощностью более 600 лошадей. Это примерно на уровне M5 Competition, но такая высокая мощность лишь одна из причин, почему новая пятая серия важнейшая новинка от BMW этого года. И я расскажу вам о ней все самое интересное, ведь я Мэтт Уотсон, и это Car Wow. Несмотря на то, что новая пятая серия и опять на электротяге внутри совершенно разные, внешний дизайн у них почти идентичный. Точно так же, как флагман BMW 7 серии, очень похож на электромобиль i7. К счастью, у обеих версий пятой серии широкая двойная решетка, а не здоровенная а-ля зубы Бакса Бани, как у 7 серии. Можно выбрать как более традиционный дизайн ноздрей, так и черный дизайн М-спорт. И в обоих случаях можно сделать еще и подсветку обрамления, как у i7. М-спорт выглядит агрессивнее, но, увы, здоровенный датчик посередине сильно бросается в глаза и вообще довольно уродлив. Мне больше по душе традиционный дизайн решетки с вертикальными прутьями, которые хорошо скрывают датчики, и выглядит все это куда аккуратнее. Также мне нравится форма фар. Они светодиодные, как у всех современных авто, но за счет изгиба снизу их контур напоминает восьмерку. А также они немного напоминают мне четыре круглых фара у старой пятой серии в кузове E34. А вот черное обрамление воздухозаборников снизу мне не особо нравится, из-за него у машины будто бы неправильный припуст. Идем дальше. Мне нравятся дверные ручки заподлицой, дизайн литых дисков диаметром от 19 до 21 дюйма. А вот восходящие изгибы по бокам, на мой взгляд, не очень сочетаются с остальным дизайном авто. И стоит отметить, что позади у этой модели кое-что мне напоминает о Ягуаре XE. Поняли, о чем я? Что вы думаете по поводу дизайна новинки? Напишите ваше мнение в комментариях под роликом. Как бы то ни было, поначалу для новой пятой серии будет лишь один вариант силовой. Версия 520i будет оснащена двухлитровым четырехцилиндровым ДВС, мощность 190 лошадей, 310 ньютон-метров момента. К тому же это мягкий гибрид, то есть у двигателя будет вспомогательный электромотор на 18 лошадок. Суммарная отдача стала быть 208 лошадей. Ну а между прочим, момент у моторчика 20 ньютон-метров стало быть всего 330 ньютон-метров. В базовой комплектации 520i оснащен восьмиступенчатой коробкой автомат и задним приводом, точно как и нынешнее поколение 520i. Если хотите себе полноценный гибрид, придется дождаться выхода 530e и 550e в начале следующего года. У них будет дальность хода от 80 до 100 километров. Ну, согласно заявлениям BMW, реальная дальность хода, вероятно, окажется чуть меньше. Но, разумеется, если нужна модель только на электротяге, то стоит брать новый i5. У этой модели будет две версии, та, что подешевле, называется eDrive40. У нее один электромотор на задней оси, мощность 340 лошадей, 400 ньютон-метров момента. Хотя есть и режим буста, в котором момент возрастает до 430 ньютон-метров при включенном лонж-контроле. Уж я точно буду им пользоваться. Но это не все. Будет и куда более мощный i5-M60. У него еще один электромотор на передней оси, мощностью 261 лошадка. То есть эта модель полноприводная, совокупная отдача, 601 лошадиная сила. Это всего на 23 лошадки меньше M5 Competition. При этом у нового электромобиля момента куда больше, чем у M5 Competition. Всего 820 ньютон-метров. Это на 70 больше, чем у M5. И на 20 ньютон-метров больше, чем у Porsche 911 Turbo S. А мы знаем, насколько быстрая эта машина. Собственно, если хотите посмотреть драг-заезд тюнингованного M5 Competition и 911 Turbo S, нажмите на подсказку, которая должна появиться в верхнем правом углу экрана. Ну или, если вам удобнее, пройдите по ссылочке в описании. Так, насколько же быстрая новая пятая серия? Ну, стандартный 520А разгоняется до 96 за 7,5 секунд. Так же быстро, как и новый Mercedes E-класса с двухлитровым бензиновым ДВС. Впрочем, i5 E-Drive 40 быстрее обоих упомянутых авто, он разгоняется до 96 за 6 секунд ровно. На пару десятых секунд шестрее Mercedes EQE 350, который разгоняется до 96 за 6,4. Но что насчет i5 M60? Несмотря на похожую мощность и больший момент, чем у M5 Competition, разгон все же похуже. 96 эта модель набирает за 3,8 секунды. Впрочем, опыт подсказывает, что M5 обычно разгоняются быстрее, чем заявлено. Но чтобы узнать, насколько именно быстрым окажется новый i5 M60, обязательно подписывайтесь на нас и включайте уведомления о новых видео. Я весьма скоро сделаю обзор этого авто, и его пропускать нельзя, я уж точно не забуду замерить разгон. Салон нынешней пятой серии выглядит довольно сдержанно, но при этом и не особо интересно. Новая машина смотрится совершенно иначе, словно седьмая серия в миниатюре. Из очевидных особенностей – здоровенный экран информационно-развлекательной системы. Но прежде чем говорить о нем, отмечу вот что. Не так давно BMW навлекли на себя праведный гнев общественности, предложив ежемесячную подписку за определенные функции авто. К примеру, за подогрев сидений нужно было вносить ежемесячную мзду. Что ж, хорошая новость, народ. Подогрев сидений у новой пятой серии в базе. Не нужно оплачивать подписку, чтобы пятая точка была в тепле. Не придется доплачивать и за спортивные сидения. В Великобритании все версии авто будут в комплектации М-спорт. Обычная комплектация будет недоступна. И можно будет взять себе сидение с кожзамом под названием Веджанза. Веджанза. Неужели они серьезно назвали материал Веджанзой? Ну да ладно. Также по желанию кресла могут обтянуть и обычной кожей. Думаю, люди предпочтут ее, узнав, что название кожзама Веджанза. Передняя панель доступна в алюминиевом, карбоновом и деревянном исполнении. Ну и не забываем об опциональном хрустальном рычаге. Помимо рычага, некоторые другие переключатели также можно заменить на хрустальные. Ну красота. Также можно взять модель с опциональной панорамной крышей. Такая возможность у пятой серии появилась в первые. Кроме того, если брать i5-M60, для него доступны обновленные сидения и ремни с триколором M. Также на руле там будет красная отметка по центру. Недостаточно M-ковости. Можно даже запрограммировать подсветку салона в цвета логотипа серии M, если охота повыделываться. Новые i5-E Drive 40 и M60 будут оснащены одинаковыми батареями. Полезная емкость 81 кВт-час. Чуть меньше 89 кВт-часов у Мерседеса EQE 300. Вероятно, это одна из причин того, что дальность хода BMW i5-E Drive 40 меньше, чем у пресловутого Мерседеса. По словам BMW, она будет в районе от 476 до 583 километров. Наибольшая заявленная Мерседесом дальность хода EQE 300 — 604 километра. Однако более мощный BMW M60 может выжать от 454 до 515 километров. Поменьше, чем у eDrive 40, но чуть превосходит заявленный Мерседесом 451 километр хода у AMG EQE 53. У новой пятой серии в базовой комплектации большой экран информационно-развлекательной системы. Ну да, он не такой здоровый, как Суперскрин в новом Мерседесе Е-класса, но напичкан множеством, на мой взгляд, более интересных технологий. Есть привычный функционал типа поддержки Apple CarPlay и Android Auto и беспроводной подзарядки. И да, все это в базовой комплектации. Также для доступа в машину можно использовать телефон или умные часы, причем его можно предоставить пяти разным людям. Также можно связать машину с Амазоном Алексой, чтобы управлять умным домом во время поездки. Можно даже смотреть на главном экране ролики с Ютуба. Понятное дело, когда машина запаркована. Во время езды это не работает. Что ж, своего экрана у переднего пассажира здесь, в отличие от Е-класса, нет. Но задумывается, что у BMW есть кое-что покруче. Встроенная игровая консоль. Да, BMW договорились с AirConsole, и теперь в новой пятой серии есть несколько встроенных многопользовательских игр. Вероятно, чтобы убить время в процессе подзарядки батарей. Нужно отсканировать QR-код с дисплея, затем можно использовать телефон как контроллер и сыграть в 20 различных спортивных, гоночных и логических игр на большом экране. Несмотря на то, что новая пятая серия напичкана технологическими новшествами, практичности ей не занимать. Как так? Ну, для начала новая модель куда больше старой, хотя и та была не маленькой. BMW удлинили новую пятую серию, теперь ее длина на 97 мм больше предшественника. Также она на 32 мм шире и на 36 мм выше. Колесная база или расстояние между передними и задними колесами также увеличилась на 20 мм по сравнению с предшественником. И в основном пространство выгадывали, чтобы обеспечить максимально возможный комфорт пассажирам позади. А ведь не сказать, что в предыдущей версии было тесно, правда же? Впрочем, если говорить о багажнике, тут все не столь радужно. У нового BMW 5-й серии его объем 520 литров, то есть на 10 литров меньше старой 5-й серии. А опять придется довольствоваться багажником объемом 490 литров, поскольку моторы и батареи, очевидно, съедают место под ним. Если кажется, будто этого маловато, не переживайте. BMW уже подтвердили, что новая 5-я серия в кузове Туринг выйдет весной следующего года. BMW оснастили новую 5-ю серию множеством технологий для обеспечения максимально комфортной езды. В Великобритании будет комплектация M-Sport, то есть более жесткие пружины и заниженная по сравнению со стандартной версией подвеска. Благодаря этому дорожный просвет у такой версии будет на 8 мм ниже, чем у моделей в остальных странах Европы. Более того, у электромобиля i5 задняя пневматическая самовыравнивающаяся подвеска в базовой комплектации у всех версий. Также можно доплатить за опциональные адаптивные амортизаторы. У версии i5 M60 они, кстати, в базовой комплектации. Также у этой версии будут активные стабилизаторы для исключения крена на поворотах. Впрочем, все это я уже много где видел, но есть у новой 5-й серии одна опция, которая мне в новинку. Собственно, в новинку она и для BMW. Можно управлять машиной глазами. Ну, условно. Эта функция входит в пакет помощи водителю профессионального уровня. С ней машина перестраивается на шоссе, если замечает медленно идущие машины впереди, отслеживает взгляд водителей, перестраивается сразу после того, как водитель проверит зеркала. И даже поворотники включат, не лишне учитывая сомнительную репутацию некоторых водителей BMW. Эта штука работает на скоростях до 137 км в час, но в Великобритании она объявится не сразу. Разумеется. BMW сперва обкатает ее на Канаде, Германии и США. И уж потом представят в других странах. Впрочем, для нетерпеливых, новая BMW 5-й серии уже доступна для заказа здесь, в Великобритании, без этой штуки. 520i начального уровня в комплектации M-Sport обойдется в 49 850 фунтов. Это на 7200 фунтов дороже нынешней 5-й серии. Ох ты ж. Ну, по крайней мере, комплектация у новинки добротная. i5 eDrive40 стоит минимум 73 200 фунтов, примерно на 1100 фунтов дешевле самого бюджетного Мерседеса EQE. i5 M60 стоит почти 100 000 фунтов, а точнее, минимум 96 840 фунтов. Не кисло, но все же на 18 000 фунтов дешевле Мерседеса АМГ и QE 53. Да что ж с ценами на новые машины такое, особенно на электромобили? Если вам понравилось видео, поставьте нам лайк, напишите в комментариях, как вам оно, нажмите на окошко слева, чтобы посмотреть еще что-нибудь, либо, чтобы перейти на наш канал, просто нажмите на вот этот значок по центру. Все просто.